пошла запись привет ребята продолжаем раскатывать в baldrous gate выключил я в настройках звука вот эту штуку звуки окружающей среды эта панель управляет подождите включить эту функцию чтобы слышать звуковые эффекты окружающей среды например эхо в пещерах ну вот собственно эхо в пещерах теперь у нас не будет которая действительно раздражала особенно в первой части для работы этой функции требуется наличие звуковой платы с поддержкой стандарта и и x во и кажись даже звуки стали поприятнее так мы тусим в таверне тут второй выход какой-то давайте сюда сходим с этим торговцам книг мы уже говорили и кажись со всеми уже говорили практически практически где командир командир что-то застрял там командир застрял и да в холмах у мармы находимся давайте во второй выход пройдем посмотрим чё тут у них на втором этаже это всего лишь выход из таверны из таверны ну допустим допустим кто у нас даар здрасте он приветствуйте они знакомятся и вздыхает дар ты кто такой меня зовут дар и я не важно кто я на самом деле во всяком случае для отца мои любимые я никто и жениться мне на ней он навряд ли позволит правда а почему это мою возлюбленную зовут коллет а ее отец волшебник немалой силы у него какое-то предубеждение против меня его имя джер 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 миен и насколько я понимаю коллет для него лишь товар который можно выгодно продать ради какого-то его магического предприятия против его воли надо думать хотя у меня не было случая спросить ее мнение я знаю что она хочет быть со мной знаю но и отец ничего не хочет слушать он пойдет на все чтобы не подпускать нас друг к другу о горе мне ну я думаю можем помочь тебе поговорить с ним насчет тебя я уверен что это бессмысленно мне бы не хотелось применять насилие в таком деле во первых она мне не нравится во вторых джер миен без сомнения легко уничтожить меня своей магии то что ты не говоришь же вроде клирик потому что у тебя молот тут и щит спасибо за твое предложение но боюсь мне это не поможет прошу оставь меня со своей скорбью ну давай сейчас мы разберемся что тут входим в этот дом кстати на карте где мы вышли мы вышли а вот тут у них у марская гостиница и дом джер миена джер миен давайте зайдем будем бафаться то не я думаю мы так на харизме сейчас затащим просто и все а вот тут посмотрите кто беспокоит я джош а ты кто джош ну не припомню такого имени если только тебя не послал этот глупец да ар я не возражаю против твоего присутствия раз уж тебе интересно никто иной как джер миен местный официальный представитель волшебников в рясах так что не надо бежать и пытаться на меня доносить мальчик подожди что за убийство а убийство которые в холмах ты волшебник в рясе надо это спросить почему ты ничего не сделаешь с этими убийствами местами я не сделаю что-нибудь с этими убийствами потому что я не хочу делать что-нибудь с этими убийствами есть гораздо более важные дела и я не стану вмешиваться пока волшебники в рясах не отдадут мне прямой приказ ну собственно как всегда занимается какими-то своими делами волшебник и не лезет не лезет больше нейтралитета сохраняют да может и расскажет это что ты знаешь об этих убийствах это касается волки или огра или какая-нибудь еще обыденная чепуха меня не интересует подробности почему тебя не не поспрашивать кого-нибудь из простонародья но джер миен мы же же общались там одни говорят волки другие говорят огра и третьи говорят что это вообще умар если это так волнует ну что за штука которую ты делаешь ах какой приятный вопрос это друг мы не больше не меньше как каменный голем прекрасный образец магического искусства хоть и хвалить себя и не принято но джер миен молодец смотрите действительно голема создал видишь ли немногие маги предпринимают подобные попытки этот тип голема крайне могуч и опасен но я более чем достаточно искусен чтобы управлять минуты джер миен просто этот маг чердей восьмидесятого левела да когда я закончу его у меня появится великолепный слуга и будет кому приглядывать за моей дочерью этими безрассудным кавалерам мое отсутствие вот это видимо дочь вот тут они спят тут они кушают и камин очень уютный дом беда в том что у меня не хватает одного из самых важных ингредиентов крови имитатора на самом деле я бы мог неплохо заплатить за нее может похоже ты из тех кто ищет приключений может раздобудешь мне немного что такое имитатор и где мне его найти имитатор это коварное маленькое существо перевертыш который любит заманивать и убивать искателей приключений принимая форму сундуков сокровищами и тому подобных вещей обычно они обитают в подземельях на развалинах или в других похожих местах хотя принять понятия не менее можно идти поблизости иначе я бы уже не искал слушай джермен я собираю деньги чтобы спасти подругу какая будет награда за эту задачу мне кажется понимаю что при понимаешь где-то здесь у меня валялся магический меч который я выиграл на паре у этого дурака того гириаса мне он не нужен но он очень ценный принеси немного крови имитатора и он твой окей хорошо хотел бы я указать тебе нужное направление на стиль натыкаешься на такое ты знаешь где меня найти теперь уходи мальчик очевидно у нас будет выбор и найти кровь имитатора для джерменного волшебника в рясе или взять меч или попросить чтобы он все-таки допустил вот этого молодого человека влюбленного к дочери да то есть мы получим или меч или или получим или просто наверное или репутации нам дадут что-то такое так тут еще какой-то дом это край карты все можно зайти можно что за дом подождите не спешите это у нас дом министра лойда давайте зайдем переговорим с министром официально представимся могут толстенький хомячок здравствуй я не узнаю тебя должно быть ты недавно вы не своей ли могу тебе чем-то помочь на самом деле я говорил с мальчиком по имени да он вас котле он сказал что вам нужна помощь правда так мальчик все-таки добрался до города я очень рад это слышит ты значит ты пришел к нам сюда помочь на давай рассказывай что здесь происходит это кошмарное дело я уверен кое-что ты уже знаешь малыша дилона он тебе будет не бесполезно услышать подробности с акцентом говорит была серия убийств исчезновения последнее время граждан убивали в собственных постелях их тела исчезают находят находили тела с вывернутой наизнанку кожей обычно мы обращаемся в такие минуты к нашему местному защитнику следопыту на наш следопит мерила исчезла несколько мужчин ходили к ее хижине на юго-западе деревни юго-запад мерила пропала без следа не в ее привычках так долго отсутствует я боюсь что случилось худшее вскоре после этого начали исчезать пастухи и фермеры с окрестных земель народ по ночам слышит странные звуки а у нас нет рейнджера чтобы этим заняться все перепуганы но боятся также и уходить ибо глуши нет их тем более могут поймать эти неведомые убийцы ну понятно все у каждого есть своя версия что за этим стоит это огры муж мой ты же знаешь говорит госпожа эйна моя жена эйна и да многие думают на эту компанию огров что переселились к нам как-то раз незадолго до убийств похоже на правду в общем они в холмах слишком близко к деревне я бы сказала да ты можешь найти их в холмах недалеко на север отсюда некоторые конечно грешат на ставлю очень крупных волков что уже несколько лет рискает по холмам еще есть те кто заявляет что это сама умар великая ведьма холмов вернулась легенда гласит что она убивала очень похожим образом тьфу это всего лишь старые сказки умар исчезла 500 лет назад муж мой да так и есть наверное надо еще предупредить тебя я уже нанял знаменитого рыцаря мази фонтан и ее отряд но они до сих пор не вернулись знаменитый рыцарь я не многое знаю про эту умара она похожа на какую-то злую магию может этот огар сильный маг это возможность которую мы не можем игнорировать на ли это же включает мага наверное и хочет по и поизучать ян янсен говорит о все эти разговоры об март позволь отметить будут мои воспоминания мой трижды троюродный брат одно колено был одним из искателей приключений которые охотились на великую ведьму холмов давным-давно говорят она любила маленьких детей и ее дом был сделан из шоколадных конфет подумать только по мне так дом из репы бы лучше но одно колено решительно утверждал что все равно было очень вкусно судя по его рассказам ведьма погибла что-то там про лопату и печку потом правда бабуля янсен сказала что одно колено совсем спихнулся так что кто знает но отсылка отсылка по моему братья грим да вот этот домик из шоколадных конфет и гензель и гретель могу ошибаться на самом деле но кажись да честно говоря думаю тебе надо проведать о графе их приятели прежде чем изучать легенды все такое так ты поможешь нам да но я собираю понимаешь министр выводит средства средства чтобы спасти подругу которую посадили в тюрьму волшебники в рясах так что мне нужно деньги моя деревня в отчаянном положении вот что я тебе скажу если ты остановишь убийство дам тебе доспехи принадлежавшие нашему первому следопыту защитнику это был мой предок и я храню и говорят они укреплены сильной защитной магией буду рад предложить их тебе и немного золота хорошо окей мы согласны великулепно пожалуйста милорд сходи в хижину к мериль и выясни куда она делась мои подопечные слишком напуганы чтоб так удаляться от деревни ее хижина на западе от деревни в долине ее нетрудно найти там есть и другие более старые хижины на холмах давнем давно заброшенные или сходи на север к реке и найди там модульфа и его бестии у меня почти нет сомнений что это все их вина мы должны быть уверены что за модульф какой а огры наверное какое облегчение что и помогаешь нам тебе будет благодарна вся деревня милорд если тебе потребуется что-то еще без колебаний приходи ко мне но допустим допустим тетя что скажешь умоляю тебя милорд пожалуйста помоги нам найти тех всех кто убивает и положи ей к этому конец сейчас мы совсем разберемся сейчас совсем разберемся так что тут в деревне вроде бы больше ничего нету чтобы играть с группой полностью сформированы вами можете просто начать многопользовательскую сессию и назначить себе контроль над всеми персонажами но когда-то пробовал самом деле в enhanced edition сделано проще не надо через мультиплеер делать надо можно обычным образом создать себе партию катье здрасте сэр как тебя зовут меня зовут катье я пришла сюда с мамой и папой чтобы спастись от злых людей которые всех убивают хотя когда я попросту подрасту я буду могучим воином и уйду отсюда навсегда что ты знаешь о злых людях мама и папа говорят что я просто плиту небылицы но это не так это правда я честно это видела пару недель назад я гнала коров домой через лесную тропинку потому что так быстрее наверное не через лесную тропинку хотя память не нравится когда я там хожу а мне нравится ходить мимо хижины следопыта мириала всегда была такая добрая со мной она дает мне конфеты сама их делает из древесного сока и один раз даже на рыбалку меня взяла только когда я в прошлый раз проходила видела такую богатую большую черную тень которая вылезла из ее хижины и за ней остался длинный красный след как будто кровь какой кошмар была большая страшная вроде волка чудовища я испугалась за мириалу что все прям и выложила маме и папе они мне не поверили сказали больше не плести небылицы но это настоящее в самом деле что я правда сэр честно если ты пойдешь хижине спорим ты найдешь что-нибудь она прямо к западу деревне там в долине никто не хочет теперь туда идти все напуганы но я кое-что увидела честно сэр понятно так что тут еще у нас пастух дейл право чуть и надо ты кто такой у меня звать дейл я тут опасу коров в поле вместе со своей женой детьми пришел к деревне вот за околицей у нас теперь а страшно стало на еще пару пастухов так они пропали фермеры похоже тоже в опасности фермер джейкоб и его жена оба убиты потом их тела исчезли просто страх что такое убийство шо но это угли это точно уж там где монстры там и убийство жена то думает это волки да только глупости это все волки они коров резали точно у кого коров у нас больше не убивают чем когда эти волки только появились пару лет назад люди впадают в истерику груз все болтает об этой ведьме моя дочка те не лучше со своими историей ты б ее слышал ха эти органы когда-нибудь они придут и прикончат нас всех как только решат что нас уже достаточно мало осталось бежать надо как только случай выпадет точно говорю ты тут не зевай ходи да оглядывай эти органы нас всех перебьют вот увидишь но ты пастух да и лучше бы вооружился и семью защищал чем тут выпендриваться джеб как бы там ни было хорошо что мы успели слинять в деревню с наших ферм не знаю как вы придурки можете мотаться во всех этих железяках по такой жаре на твоем месте я бы держал язык за зубами деревенщина то кто-то отрежет его на самом деле сварливая значит хэм тогда убирайтесь у меня из дела поважнее чем болтать с такими типами нечего хамить тут это их конечно можно понять акта марджи пастух груз и это они все озлоблены напуганы но хамить не надо героям великим которые пришли спасать со всеми надо я считаю переговорить пастух груз и здрасте тут а у нас и так уж много чужаков особенно в последнее время ты кто такой меня зовут груз другими пастухами явились деревню когда на наших начали убивать или просто похищать пастухов фермеров всех кто жил на дальних землях староста послал кого-то выяснить что происходит но это знаю что это умар ведьма вернулась и теперь больше не никто не приходит назад с холмов могущественная старая ведьма правило 500 лет назад мы это уже сто раз слышали местный народец не верит мне но я знаю у меня такое ощущение что все они сейчас опять будут нам рассказывать рассказывать свои версии поздно ночью ты слышишь звуки не из этого мира уж после того можно поверить во все что угодно чтобы нас запутать просто если не веришь сходи спроси венченца в гостинице но это мы уже делали и получили книгу книгу надо прочитать марджи привет милорд неудачное время тебе довелось посетить нашу прекрасную деревню ты наверное про волков нам расскажешь да сокращенно от маргарет мой муж дл один из пастухов мы бежали в деревню с ферме на отшибе из-за волков но видите волков в этот год волки вдруг начали нападать на людей увечат их и утаскивают увечат их и вытаскивает трупы это просто чудовищно рыскали вокруг несколько лет но такого раньше никогда не творили все в таком беспокойстве и страхе начало уже подумал придумать то чего нет кто-то винит огра его отряд но они еще плохого нам не сделали сам подумай как мог огур пробраться незаметно в деревню и украсть тело нет нет эти сказки абу умар просто фантазии даже моя дочь катьяна слышала всего это сочиняет какие-то дикие истории местные волки всегда были опасны они крупные очень хитрые теперь они себя показали во всей красе вот и все здешнему народу бы головой подумать не слушай катьяна вечно плетет всякие небылица точно говорю говорит акта это очевидно сестра катья хорошо хорошо мы выслушали все версии какие-то парни еще дерберт ср меня зовут дерберт мы с друзьями хотим стать приключенцами вроде тебя такими крутыми и могущественными типа ага я хочу быть следопытом и защищать деревню говорит вальцбен а я хочу быть великим воином как папка говорит не лир уйдет я точно знаю что мы можем на все говорят на слишком маленький все такое то дети очевидно на чешня вот типа че скажу говорит не лир но не веру них будет танком наверно в партии дерберт растаю настоящее приключение все такое сэр я подумал может может их был купить нам несколько мечей для нас несколько мечей бастардов и немного или дерберт не забудь про эль ага мы типа хочем быть настоящими мужчинами мечи немного эля да вместе мы дадим тебе денег сэр ты бы нам мог купить по моему нельзя покупать им аль потому что они напьются и у нас репутация еще упадет это вот первое что я помню а второе что я помню если играть рейнджером а главным героем то этого точно делать нельзя я не буду этого делать потому что молоко еще у молокососов не обсохло на ртах не надо им пить я дам вам мечи но не эль у вас еще и два пух на щеках появился ладно с тремя мечами бастардами мы хотя бы сможем стать приключенцами вот немного золота которое мы скопили спасибо сэр ты лучше всех сотни золота у кричит вальсбен перестань вальсбен нам хотя бы мечи дадут ну вот мечи я думаю им можно выдать почему потому что они потренируются хотя бы станут на щит деревне шо у нас тут тут выход с карты подожди не спеши уже кто-то сгоняет за мечами или нет это на обратном пути им купим эти мечи господи давайте открывать уже карту тут можно перейти можно и тут какие-то еще люди люди так эрлин хендрик и она хендрик те что-то нужны милорд зачем тебе здесь эти куры а сколько надо там мы не могли же просто так ферму бросить нам надо что-то есть право милорд куча куриц мы всего-то добрые люди что сбежали из дальних ферм странники мы хотим лишь чтобы вы оставили нас покоя а почему у вас столько кур не твое это дело милорд куры они да и все мы едим их слушаю кого-то было вроде бы у нас ян янсен кстати ян янсен давай-ка не хлопухи свои создай бикони у тебя жизнь было я кажется было узнать характер да или нет у кого-то из нас я точно кому-то ставил же хера у тебя есть узнать характер диспол нет вот что-то подозрительно эти курица может у командира есть или свиток у нас был ищу ищу ребята еще не могу найти тебя может есть узнать характер проверить просто этих ребят нету у нас этого янсена точно нету янсен давай подожди ты репные рефлексы узнать характер нету не ни у кого очень жаль очень жаль викония давай еще раз а кольцо было вроде бы или нет виконии я купил стреляющие ожерелье и забыл вам об этом сказать это было еще по моему несколько серий назад это было еще в трейдмите викония снять паралич это не то что нужно это защита от зла не ничего не можем с ними сделать а что-то можешь сказать эрлин хендрик про убийство ничего не могу сказать страшно нам просто хотим поскорее домой вернуться не след бы тебе нас тревожит не лорд но хендрик это вооружен хорошо а ты что-то скажешь про убийство об эти от этих убийств мы и бежали я и мой эрлин теперь небезопасно на фермах больше ничего не знаю кстати узнать характер есть у паладинов но у нас то паладина нету надо наверное это заклинание в принципе сделать потому что насколько я помню нужно его применять очень часто и практически на всех людях с которыми мы говорим с которыми мы говорим а я что-то вот этого не делаю есть у нас возможность вообще его записать в принципе давайте посмотрим и книжку сейчас прочитаем вот она на обнаружение зла обнаруживает эманации зла вокруг любого существа все злые существа в этой зоне чар вспыхивает красным так что-то вроде бы нейтральное было бы вот узнать характер точно прочесть ауру существа он должен стоять на месте концентрироваться на объекте целый раунд удачно делать спасбросок ничего не узнать некоторые магическое устройство нейтрализует перепутал я немного вот это нам надо чтобы у нас было хотя бы до доспехи те нужны эти не знаю даже bless rock 1 можно удалить можно вот это чтобы было хотя бы у тебя узнать узнать кто злой кто добрый хотя бы а характер то кажись более точно нам дает представление о характере то есть оба лаймите ухты кто тут такой гноу гноу минотавр огармах модульф огар обычный и орг сейчас будет драка наверно или нет стой ты полуэльф но ты не из людской деревни зачем ты пришел что ты хочешь мне хотелось бы кто вы чтобы здесь делаете майама дульф увел своих ребят из великой армии ситы села на юге не хочет никакой народ убивать больше увел ребят в дезертирством просто хочем чтобы нас оставили в покое вы дезертир из ситлийской империи как вы собираетесь здесь жить мы кстати слышали у глашатая что там да не спокойно сейчас на юге очень трудно люди нас ненавидят мы просто хочем чтобы нас оставили в покое некоторые люди иногда натравить на нас рыцари здесь неплохое место но модуль в думать деревню тоже скоро звать рыцари люди очень злые почему деревня должна позволить вам остаться модульфу его ребятам нравится здесь но что-то плохое убивает ребят по одному по двое и трупы тоже исчезает очень плохо модульф сильно тревожен модульф не хочет смерть модульф не хотеть драка он просто хотит мира ты скажи деревенским может и шума дульфа его ребята будут охранять деревню охранять от орков в горах на тогда может люди позволят остаться и не позвать рыцарей может даже позволить приходить один раз в луну меняться на еду и всякое модульфу хотят сделка с деревней если скажешь им мы не хочем проблем ну давай попробуем на самом деле мирно договориться модульф счастлив может ребята тут будут жить в покое вкусно есть быть счастлив это сделал доброе дело может люди тоже так будут думать модульф держит слово скажи им модульф хочет заключить сделку с деревни а ну-ка давай подать им не кажется очевидным что модульфа его компания не повинны в свельских и смертях по его словам он и сам потерял часть народа огур попросил меня связаться с министром лойдом и сказать ему что он хочет заключить союз модульфа его люди защищают деревню от орков холмах а крестьяне оставляют их покой иногда торгуют с ними надо будет сообщить об этом старости но я ничего не обещаю смысле мы сделаем я думаю так по моему надо друзья после того как я вот эти я x выключил именно эффекты здесь написано звуки окружающей среды на должно было быть написано эффекты то есть это тонкости перевода немножко музыки можно прибавить я думаю и громкость фона посмотрим как она будет я послушаю потом в этой и должны исчезть все лишние эффекты эхо вот это спасибо человек который об этом написал обратил на это внимание потому что я вот даже не знал этого момента не знал этого момента возвращаемся к министру лойду и попробуем попробуем переубедить попробуем переубедить что это не орки потом очевидно будем искать или волков или саму умар или саму умар вот а возможно убийца дворецкий на самом деле или это мы должны провести расследование полная да идем идем так да милор тебе что-то стало известно я поговорил с этим огромным дульфом я не верю что он или его спутники причастны к проблемам инсвейла что я но я не был уверен что эти монстры есть убийца почему ты так уверен что это не они модульфовы подопечные пропадают точно так же как твоим он стреложен не меньше вашего совсем дурные новости шо ж такое если она даже на граф напугала на самом деле модульф прислал меня с предложением он со своим отрядом будет охранять деревню в обмен на мирное отношение торговлю он так и сказал я думаю это возможно не такая уж плохая идея если этому огру можно доверять то есть спасибо за идею милорд полагаю мне придется пойти и поговорить с ним это может оказаться на пользу нам обоим 27 500 опыта раз у граф мы исключили осталось только предложить тебе зайти в хижину мериллы там должно найти какие-то свидетельства что с ней случилось хорошо допустим министр лоид нас не замечает а очевидно он должен сейчас идти говорить с играми а он так и пошел а что ты скажешь мулять я милорд пожалуйста помоги нам мы уже одну вероятность исключили из уравнения да что можно еще сделать можно кстати пока мы сюда зашли поискать у этих торговцев мечи бастарды и парням на тренировку их вручить где торговцы тут же были тусовались все так вот этот хамил мы пробовали его обворовать но не буду обузить доброго дня сэр да показывай давай что у тебя на продажу и ленц кинжалы мечи бастарды короткий меч плюс один катары двуручные подают я считаю нету мечей бастардов не вижу по крайней мере одеют изделие сопротивление короткий меч 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 бастард 39 монет слушайте а он нам дал 100 золотых да пацаны нам дали 100 золотых а мы тратим по 39 то есть мы в в накладе остаемся в накладе или им точно не буду давать потому что понапеваются мечами начнут друг друга бить это не надо мечи пусть у них будет пусть будет защита как то так вот я думаю так настоящий воин поступил на друид наверное вообще бы нейтральную позицию отыграл но в джош все таки раз воин и друид то я думаю можем себе позволить так вот ваши мечи наши мечи это лучше всех сэр потерял я хочу мой меч сейчас же хочу его подержать тысячи опыта за это дали говорить не лир пошли на поиски приключений ребята подождите дурные головы нам цвели куда вы пошли я думала тренироваться будете в общем трое им цвилийских венцов все-таки получили что хотели тут же побежали наслаждаться этим надеюсь они не влипнут большой неприятности их родители не пронюхают жизнь придется еще и выручать да так модуль что скажешь поговорил с тобой уже министр лоид может и нам тоже считать какую-то тысячку опыта подкинешь подкинешь тут наверх еще можно пройти можно а по карте шоу нас а это уже край карты практически то есть нам осталось тут немного зачистить модуль здорово там золото лежит кстати да приятно видеться половин ты отнес мое слово в людскую деревню да да министр лод не приходил человеческий лорд приходить нет еще не приходить на модуль фаворите спасибо что ты говорите модуль благодарить что тут за золото такое лежит очень интересно как драгоценный камень вижу коровы мучают на заднем фоне а тут шоу нас переход будет какой-то тут у нас непонятно что это какие-то джунгли начинаются здесь никуда не пройти ну допустим ладно идем тогда в хижину следопыта рейнджера минск у нас рейнджер минск так себе на самом деле как рейнджер в том плане шоуны там у него интеллекта и мудрости не хватает немного потихоньку идем грибы вижу грибы вижу боюсь что будет опять меконоиды вот эти вот это может быть проблемой потому что они ошеломление кидают может защиту от страха какую-то бросить на самом деле викония предлагает на профилактическую профилактическую щит никак не могу привыкнуть таким большим открытым пространством говорит налия но нога тетушки никогда не ступала там где не постели на коврах что ты не говоришь ну ты сама хотела выскать или приключений вот пожалуйста наслаждайся и джахера должна быть довольна потому что идем на природе шо такое тут михаил потапыч бурый медведь атакует так лучше такую белку не будем мешать охоте не будем мешать охоте михаила потапыча реку можно пересечь нельзя нельзя михаил потапыч нас по моему не должен трогать потому что мы друид все таки на еще здесь по карте карту хочу все пооткрывать а вот с этими ребятами узнаем их характер и узнаем это злые они или нет после отдыха я думаю отдохнуть представится возможность еще здесь но надо все обыскать надо все обыскать открыть всю карту что это такое олень бежи бегает ой-ой-ой на водопое пьет ну круто слушайте вообще секреты могут быть секреты могут быть по карте передвигаемся музыка кстати все равно пропадает вот не знаю почему кажись раньше когда я играл то это музыка была постоянно кто там рычит что там кто-то рычит музыка была постоянно вот этот патч который у меня стоит самый финальный может не надо было его ставить я даже не знаю но в инструкции по установке трилогии написано что вот поставьте последний патч и все я его кстати долго искал даже просил на форуме писал чтобы не перезалили его его все-таки перевернули вернули на раздачу тут лось тут белка ну а внутри логия конечно она хорошая великолепная великолепно она мне нравится в чем-то даже больше чем самый хэнс эдишн хотя и хэнс эдишн тоже неплох тоже неплохо этот дом мы видим хватит рассуждать хижина следопытом давайте зайдем защита от страха есть зайдем и посмотрим что там нам покажешь и здесь противники никакими встречались зайдем и проведем расследование так во-первых ешима поиск ловушек во вторых ян ян сын тоже поиск ловушек и все сделаем тут поиск ловушек как-то так вот так вот так вот так но шила вот так шаг сюда потому что ловушки смогут быть виду вижу свиток и книжку так и не прочитали в тени и на разведку чик сначала проверяя нет ли ловушки на проходе увижу останки какие-то докладывать яшима все выглядит так будто здесь имела место жестокая борьба когда-то у кого-то убили и вытащили из хижины в крови осталось несколько следов они похожи на собачий или волчьи что это записка от мази фонтан так и давайте сразу прочитаем вот этот дневник который мы купили дневник проекта у марская ведьма и мы его взяли в таверне у болтливого трактирщика это предположительно дневник ученицы мага в котором записана история ее экспедиции в холмы умар вместе с двумя другими учениками в поисках свидетельств о сказочной ведьме в эту историю трудно поверить но текст похоже действительно отражает ужас путешественников заблудившихся и преследуемых по ночам невидимым хищником записи сделаны паническим женским почерком и на последней странице едва можно разобрать следующее стыдно мне перед мамой джошелуса мне стыдно за то что случилось с михаэлусом с нами рядом кто-то есть мы думаем что это крестьяне но крестьяне не так хитры джошелус говорит что это ведьма я слышу ее во сне я не хочу спать не хочу спать не хочу на этом дневник обрывается тут пентаграмма нарисована яшима доложить что в записке написано валах сегодня мы с моими спутниками собираемся отыскать логово волков мои собственные исследования в регионе подтвердили опасения мерилы насчет большей волчьей стали орудующей здесь на прилагаемой карте я обозначила место где по моему мнению может находиться их укрытие если можешь следуй за нами но будь осторожнее вряд ли мы не можем себе позволить еще одно таинственное исчезновение до встречи подпись мази на этом же листе нарисована грубая но четкая карта указывающая дорогу к лесистой области несколько нескольких часах пути на север от имен своего хорошо ужас просто один из на ужас друзья просто настоящий в тени над им смоутом повышение уровня зашел расследование а карта мира обновилась и джеки раш уровень получила давайте посмотрим карту мира карту мира развалины храма там какие-то появились о но джеки ра поздравляем тебя с повышением давай посмотрим что ты возьмешь 9 2 андруида возьмешь так чё там дополнительно заклинать священника 1 2 3 6 полученный здоровье единица знание легенд хорошо но давайте без пылы туда тоже возьмем тебе вот это здесь что поиск ловушек замедление яда защита от огня каменная кожа давай эти резисты резисты от огня здесь что тебе взять тут есть посерьезнее защита от огня есть из лечения болезни есть хилл серьезно давай из лечения болезни пусть она у нас будет четвертый нет пятый нет шестой элем у тебя есть и материальное зеркало не хочу чудесное возвращение не хочу абсолютно бесполезно второй элем или исцеление исцеление давай возьмем одного элема нам хватает но лима нам хватает но и начинаем обыскивать обыскивать чисто так здесь единица золото допустим поиск ловушек работает книга дневник миреллы хорошо меряло это следопыт их не а мази это главарь и воинов которых наняли которых наняли отряда на которых этот министр лоид уже налил так тут 20 стрел и они уже нам не лезут потому что давали яну янс но эти болты передадим молнии шо у нас еще волчья шкура дневник миреллы вы пропускаете множество записи время и место возникновения которых не имеет отношения к вашим нынешним заботам седьмое флейвер мы рула кати я снова пришла в гости милое дитя она таки жаждет понять как я приручаю диких животных с помощью обилки рейнджера двенадцатое по лесу шастают какие-то темные твари несколько горожан были убиты неким неизвестным хищником кажется у всех есть свое мнение по поводу того кто совершает убийство самое странное что трупы утром исчезают это ставит меня в тупик потому что остальные свидетельства указывают на ставе волков которые уже долгое время обитает в округе но волки не крадут тел тринадцатое наверное все таки лучше назвать их волкоподобными существами ночью патрулируя территорию часто вижу как тени этих волков мелькают рядом со мной я пыталась привлечь их внимание но они и гонорировали меня это мне кажется очень странным как будто стаю контролирует кто-то еще несколько лет назад я беседовал с вожаками стаи и они были весьма дружелюбные теперь же они либо бегут от меня либо мне либо и мне страшно это писать крадутся за мной двадцать первое сейчас почти полдень однако лес за моей хижиной более похоже полон теней больше всего меня угнетает то что все птицы и большинство крупных зверей давно покинули эту землю я собираюсь отыскать волчье логово сегодня же после полудня нарисовала карту его расположение все следы оказывают на то что это волки но как могут волки действовать подобным образом коварство у них чисто человеческое и потом этот шепот у меня в голове сейчас в часы бодрствования он слаб но когда я засыпаю мне снится только этот голос и лицо связано ли оно с голосом я не знаю подозреваю что сегодня ночью получу ответы на свои вопросы понятно им подозреваю что ее утащили все таки во сне так эту мериллу допустим стрелы взял это стрелы яда да кислотный давай их налии передай чтобы это было у налии этот драгоценный камень сюда доказательства все собрать сюда налоговая декларация карталы кстати еще а это особняк этого карталы тут где-то здесь был вроде бы да в этих холмах у марта надо его тоже поискать нам его дворецкий напоминаю наводку дал и что здесь у нас поиск ловушек работает защита от страха работает но надо продвигаться по карте шо по карте куда то вот сюда или на север или на северо-запад хорошо хорошо идем идем а шо рубить тут у них река течет река и переход вижу тоже действительно на север а мы тут и спустились хорошо продвигаемся поиск ловушек давайте посмотрим что Михаил Потапыч мы его трогать не будем не будем трогать так тут у нас какие-то каменные слушайте постаменты прямо давайте здесь все еще смотрим тут чего-то ничего нету тут ничего нету тут скалы но наверное на постаменты будем подниматься сейчас сейчас подниматься только хочу сначала это и новая локация у нас есть это развалины храма туда наверное пойдем туда пойдем но хочу карту открыть и зачистить ребята джихера поиск ловушек косуля убегает от нас мирно здесь вижу грибы с косулей поговорить нельзя очевидно что нет но здесь вообще ничего нету здесь просто лес просто лес странно в дневнике написано что там птицы и звери ушли но раз Михаил Потапыч вон и птицы летают и белки скачут вроде все нормально вроде все нормально векония векония говорит что тут наверняка замешана черная темная магия какая-то темная магия злая да векония нам предстоит это выяснить Дерек какой то ты ты ведь один из этих магов что охотятся за волигаром за каким еще волигаром врешь мы не позволим говорить о нашем нанимателе в таком тоне это эльф кстати в броне что сразу нападение на нас тут ничего себе сказал я себя а ну-ка давай по ним кто тут у нас это эльф лучник сейчас будет стрелять следопыт рейнджер и следопыт еще один ну давай на них тогда нашлем силы природы посмотрим какие это следопыты что еще рог на них какой то или что или нимфу призвать защитную гармонию давай кастани не джорж ты же не то делаешь ты должен ну ты должен на них вот это насылать на рой насекомых Джохера что сделает Джохера может вызвать элема на самом деле Джохера пусть сделает защитную гармонию или нет Джохера посмотрим какие они в действительности следопыты Джохера давай вот этой молнией да векония что сделает сегодня векония давай будут они читать какую то магию ну давай векония перестрахуемся с айлент сюда брось налия что сделает налия может на самом деле бросит на нас ускорение вызвать пауков хаотические приказы можем в дальнем бою давай хаотические приказы туда чик так ян янсен что сделает ян янсен может тоже много что сделать на самом деле может защиту на себя может вот это великое проклятие за тестом спас броски уменьшен а яшима просто вызовет паука на первый ход полетели с полы по налии летят стрелы налию пробивают налии избили заклинание налия отступает полетели наши все с полы налию отвожу у налии нет бутылки да это еще почему а это потому что я бутылок кажись не закупил вот это я конечно дал незамедлительно передать но налию не сильно пробили и налия достаточно плотная паук туда полетел все с полы наши летят налию сильно пробивают причем магией налия пьет бутылку тут же и отступает они сфокусированы на налии сзади никто не нападает никто атакуем их вылетаем на них но они все испугались налия как себя чувствуешь нормально викония иди сюда оперативная задача подлечить быстро налию есть у тебя серьезный хил какой-то у тебя только слабенькие хилы ну давай хоть так ян янсен надо еще что-то делать с ними они уже обез ну давай вот этого застанет попробуй еще молния пошла мы их разбираем страх с них прошел то есть кто-то уровень получает это ян янсен немножко захилили хорошо налия вступает в бой тут атакуем так этот готов этот готов все а эльф остался ну вот и все эльф сражался до последнего угу так давайте обыщем трупы паука кстати они нам убили угу латный доспех полное кольцо меч длинный меч стрелы брать или нет не знаю не знаю нужно ли нам это жахера понесешь доспех стрелы давай перекинем ян янсен уровень получил хорошо очевидно что воровской яну янсену тебе живот щит конечно угу что здесь у нас щит здоровый цепь волшебный и заклинание цепь давай яну янсену заклинание давай сюда заклинание что такое защита от магической энергии продали мы вроде бы такое шестого уровня не знаю ян янсен учит тебе это или нет цепь тяжело тебя нести цепь плюс 1 понесет викония угу ян янсен сейчас поднимем тебе уровень е-э-э-э-э-э что и командира пробили да быть не может чтоб такие серьезные были противники командир себя хи-а-а командир регенит ему не нужно себя хилить так 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 29 золота кто-то там говорит на заднем фоне и лук тут какой обычный мечи эти брать не хочу не хочу тащить лишнее На себя поднимаемся дальше в горы Здесь кто? Горный лев Атакует оленя Видим случайное событие Очевидно, какой-то убивает оленя Ничего себе, горный лев атакует сурка Теперь Слушайте, горный лев разбушевался Разбушевался просто Давай немножко некромантии Никому не помешало Чик, тяжелая рана у него Ну мы быстро сейчас разберем горного льва И видим дом еще какой-то Горный лев готов Так, вижу дом какой-то Вижу дом Защита от страха закончилась А ну-ка, Викония, давай обнови Обнови защиту от страха Чик, и попробуем, наверное, заходить в этот дом Давайте посмотрим, что за дом Хижина Волигара Ну, собственно, мы ее и нашли Мы ее и нашли Ну что, наверное, бой сейчас будет с этим Волигаром Наверное, бой будет Янсен, давай уровень поднимай Действительно, воровской уровень Что тебе брать, Янсен? Взлом замков тебе брать? Или поиск ловушек? Обнаружение иллюзий Тоже неплохая вещь на самом деле Установку ловушек тебе тяжело Карманную кражу можно тебя качнуть Но я не хочу этим заниматься Давай тебе взлом замков Вот так поиск ловушек тебе брать Но поиск ловушек Это умение для обнаружения небольших ловушек Ян ловушек Также систем сигнализации Способность не предназначена для того, чтобы Определять большие механические ловушки Почему-то не написано Что это умение еще и для того, чтобы их обезвреживать А кроме вора никто их обезвреживать не умеет Не умеет Ну давай поиск ловушек тебе, да Закинем На сотню давай Чтоб было просто у тебя сотня Чтоб ты мог их обезвреживать Хотя этим Яшима занимается Нет, поэтому тебе да Тебе можно взлом замков увеличить На 110 И что тебе еще взять Обнаружение иллюзий Яшимаш с ловушками занимается Забыл я совсем Карманную кражу В принципе можно, но зачем Давай обнаружение иллюзий тебе еще раскинем Хорошо тренированные глаза вора Позволяют ему обнаруживать Некоторые несоответствия Являющиеся результатом заклинаний иллюзий То есть Насколько я понимаю Это нужно включать и билку И поиск ловушек И вор может невидимых существ Находить Так Бафа цели Давай блес кинем Элементарный Давай кинем защитную гармонию У нас их две есть И давай захилим Захилим Ты-ка стоишь Давай захилим Давай обилкой Чтоб быстрее была Подожди Я мискликаю сегодня Захилим Захилим налью Ну Чик Сколько 60-65 Нормально Хотя нет Ничего не нормально Потому что эти 5 хп могут быть Ключевыми Наверное В предстоящем бою Так что захилим налью нормально Что можешь еще кинуть Ян Янсен Ян Янсен на самом деле Может войти в невидимость И проверить что там происходит Или общую невидимость Кинуть на нас А я думаю нет Я думаю нет Мы просто зайдем Просто зайдем И посмотрим Угу Ну сохранение гармонии Что-то сегодня Долго переходит Между локациями Так Тут чисто у нас все Давай поиск ловушек Обновляй Угу Вот так И Джохера тоже Давай вот так Тут вот так Тут вот так Вижу дверь Значит надо чтобы кто-то один Открыл эту дверь Ну давай я шимаю В тени Не получилось Янсен давай ты в тени Чик Не получилось Что ты будешь делать Открываем например дверь Валигар Эй Маги вы или их слуги Мне без разницы Клянусь богами Что вам не удастся Забирать меня К этой проклятой сфере Угу Так подожди Надо тут выбрать Кошелек или жизнь Угу Дали от волшебников Но они не говорили Ни о какой сфере Что ты имеешь в виду Планарная сфера Появилась в трущобах Аскотлы Несколько недель назад Мой предок Некромант Лавок Построил ее Для путешествий По планам Угу Лавок исчез Вместе со сферой Больше пяти веков назад До недавних пор Ее никто не видел Я бы не хотел встречаться Со своим предком А еще меньше Хочу помогать Волшебникам в рясах Которые похоже Уверены Что мое тело Это единственный Ключ к сфере А жив я или нет Не имеет значения Ого Они хотели Использовать Тую кровь Чтобы попасть В планарную сферу Так Я бы кстати Не возражал Если бы Они ее убрали Этот гигантский шарик Выпавший Из ниоткуда здорово Загорожадает Мне вид из окна Странно Что они об этом Не упомянули Хотя все волшебники Которых я знал Отличались Ужасной памятью Голодон Забывал надеть штаны Примерно раз в неделю Его приживало Бинги Каждый раз Катался от хохота Так Они попытались Надавить на меня Когда я отказался Им помогать Я был вынужден Защищаться А потом бежать Я спрятался здесь Думал у меня получилось Пока вы не пришли Ну и что делать Теперь с тобой Угу Почему ты боишься Лавока Твой пряник Наверняка Давно мертв Похоже Прошло уже немало Времени Но Насколько мне известно В разных планах Время может изменять Свой ход Что касается Бессмертия Ну мой предшественник Успешно продолжил Свою жизнь Пока Но это другая история Олигар Нас наняли На самом деле Его завалить Но Еще Коран Еще Корган Предупреждал Что что-то Не договаривают Угу Волшебники в рясах То есть Мы должны сейчас Решать что с ним делать Я последний Из рода Картала Может Ничем для тебя Не значит Но это очень много Значит для Лавока Когда Лавок Покинул Аскотлу Вместе со сферой Его возраст Уже превышал Несколько столетий Но раз он Некромант был То это понятно Угу Лавок Продлял свою жизнь Похищая тела Своих кровных родственников Если он еще жив Ты можешь Понять почему Я беспокоюсь Вот почему Моя кровь Позволит Войти в сферу Угу Волшебники Значит Кое что утаили Как ты предлагаешь Нам решить Эту проблему Мое предложение Таково Мы возвращаемся В город И заходим В сферу Там я узнаю Жив Лавок Или нет Если да То мы покончим С его дьявольским Существованием Раз и навсегда Угу Так И очень много У нас вариантов Ответа Ой Надо думать Надо думать Сейчас Угу Почему я должен Доверять убийце Например Ты убил Двоих волшебников В рясах Ведь так Угу Что ты скажешь На это Право было дело Но я не убийца Они первые Напали на меня Когда я отказался Принять их предложение Я бежал Как только Мне представилась Возможность Отступить Но слова Дворецкого Подтверждаются В ряде лавок находятся в этой сфере Как можно столько прожить Прошло немало времени Насколько мне известно В разных планах время может изменять свой ход Что касается бессмертия Успешно продлил свою жизнь Последний из рода Картала Понятно Твое предложение звучит интересно На самом деле И тут звонят еще мне Ладно пошли с нами Посмотрим своими глазами Что там в этой сфере Великолепно, моя семья поклялась давным-давно Что она убьет лавок И если он еще раз появится Так что у меня есть шанс клятву выполнить Благодарю тебя от всего сердца за помощь Во-первых, сначала я скажу тебе Что моя цель основная Найти могущественного волшебника по имени Ариникус Ничего не помешает мне отыскать этого демона И ему скимитар засунуть Сами знаете куда С вами я могу не так бояться волшебников в рясах Это точно Я никогда не слышал об этом Ариникусе Но без всякого сомнения Помогу тебе в поисках С нами, наверное, проблемы будут с тобой Потому что если мы с тобой во скотлу вернемся То волшебники в рясах тут же на нас нападут И скажут Как это так, ты не выполнил наше задание Потому что там они очень угрожали нам Тогда пошли Я более чем уверен Что волшебники в рясах услышат о моих продвижениях И о том, что я иду с тобой Довольно скоро Мы должны быть готовы Теперь, когда волшебники в рясах будут наступать Нам на пятки Мы должны быть осторожны Но наше дело правое До иного соратника Мы можем только приветствовать Говорит Джохера Группа получила опыт 9500 И Джохера, наверное, положила глаз На этого молодого человека Да, но я его сейчас брать не хочу Потому что у нас есть Налия А с Налией мы еще не закончили дела Яшима Яшима тоже такой полезный парень Потому что ловушки его Даже не знаю Пока что ты тут останешься, наверное Удаление Да, да, хочу удалить И давайте посмотрим, что из этого выйдет Значит, все, или будем продолжать? Мы должны теперь разделиться Как пожелаешь, если ты передумаешь Я все был бы не проще попутешествовать с тобой Думаю, у меня есть что посмотреть в этом мире Пока я вернусь в свою хижину в холмах Мы зайдем, если ты нам понадобишься То есть ты тут будешь тусоваться В олигарх Картала, да? Сундук у тебя еще есть В олигарх В олигарх, по-моему, какой-то кит рейнджера Но какой-то очень дикий Им трудно играть Возьмем его, конечно Потому что снимают квест с этой сферой Но это мы все будем уже думать И делать в следующей серии Пока что я хочу, чтобы с нами Налия тусовалась Все-таки Потому что я хочу поделать хвосты Хвосты всех наших персонажей дополнительных С Налия еще связано По-моему, там расследование должно быть Через три недели То есть через три недели И мы в Аскотлу не сможем просто так вернуться С этим олигархом, да? Но у нас сейчас на повестке дня Еще и развалены храма Еще и развалены храма Заданий становится очень много Персонажей становится уже даже больше, чем нужно, да? В следующей серии что делаем? В следующей серии доискиваем вот эту локацию Вот этот кусочек Идем на север в развалены храма Как-то так И мне уже звонили тут Я должен идти лепить вареники Лепить вареники, друзья Всех поздравляю с наступающим Рождеством Всех благ вам И удачи Новые серии Балбрусгейт Выйдут аж после Рождественских праздников Потому что немножко хочу Отдохнуть Немножко хочу отдохнуть Как-то так До свидания И до свидания